Иду возвращать сейчас вот этот GPS, навигацию. Ну вот у меня чек есть. В общем, у меня есть 15 дней на это. Ну стоит, не помню сколько, но у меня вообще там с персиками, у меня было вообще 100 долларов. Что-то чеками разбросалось. Да? Ну вот общее у меня 110, да? 100, по-моему, он стоит. В общем, 15 дней у меня еще не прошло. И могу сказать, что он нас очень подводил в дороге. Мы потом просто включили GPS на айфоне и по нему все искали. Потому что, ну, не нравится мне вот этот там-там. У нас был Гармен когда-то, и Гармен нам очень нравился, он нас не подводил. Может быть, может быть, мы просто были в таком месте. Он постоянно отключался, терял сигнал. И это было, конечно, очень неудобно, потому что мы находились, допустим, в каком-то незнакомом совершенно месте, ехали на огромной скорости. И тут вдруг раз, и теряется сигнал. И нам, допустим, нужно там налево или направо, да, ехать. Да, это, конечно, было очень предательски с его стороны. Вот. Но мы тут же включили айфон и уже ехали по айфону, по айфоновскому GPS. Я всегда считала, что все-таки вот такие вот GPS-ы немножко лучше, чем айфон. Но нет, оказалось, что вот этот намного хуже. Ну, в общем, иду сейчас его сдавать. Я думаю, что у меня его примут, потому что все-таки 15 дней еще не стекло. На электронику дает 15 дней. Так что сегодня или там, или самый последний день, или, может быть, у меня еще один есть. Ну, в общем, как-то так вот. Где-то в этой области. Думаю, мне вернут. Ну, посмотрим, я вам скажу, вернут мне или нет. Несу сдавать свой GPS. В общем, я уже здесь на паркинг лад перед Волмартом. Почему я купила в Волмарте? Потому что, ну, стояла-стояла я в Best Buy, да. Стояла, ждала, пока ко мне кто-то подойдет. Походила, даже там поискала кого-то. Ну, в общем, что-то там в этот день было. Я не знаю. В общем, недостаточно было работников. И как-то мне это надоело. Думаю, а ну, посмотрю-ка, что там в Волмарте. В принципе, в Волмарте много того же самого, что и в Best Buy. Ну, мне кажется, что в Волмарте даже вернуть легче. И, может быть, даже через более длительное время можно все-таки вернуть. Или даже, если не верну, если деньги не верну, то хотя бы дадут тебе карточку. А все равно мы там покупаем groceries, в принципе, карточка тоже неплохо подошла бы. Ну, карточка, я имею в виду, это gift card, ну, подарочная карточка. Иногда, когда деньги возвращают, но не всегда они возвращают именно на твою кредитку или же твою cash возвращают, я имею в виду наличку. Иногда возвращают на gift card. То есть, если немножечко ты слишком долго задержал, не 30 дней, допустим, electronics, электронику можно 15 дней держать, да, потом вернуть. А остальные предметы 30 дней. Иногда бывает так, что продукты возвращают. Ну, в общем-то, они стараются всегда вернуть вам деньги. Ну, вот, чтобы не совсем уже пострадать, как бы все равно вас придержать в своем магазине, все равно придержать ваши деньги, они иногда вам их кладут на подарочную карту. То есть, эту подарочную карту вы можете использовать только в Walmart. Ну, так, в принципе, действуют и другие магазины по тому же принципу. Так что сейчас иду я сдавать этот злосчастный GPS, который нас страшно-страшно подвел. Представляете, вот едем-едем, да, и показывает он по карте, но вот показывает, что нам нужно, значит, направо, а мы на скоростном хайвее. И когда мы подъезжаем уже, чтобы свернуть направо, съехать направо, вернее, потому что это был съезд, и смотрим, а там два съезда. И вот они совершенно рядышком друг к другу находятся. Вот, и вдруг наш GPS благополучно отключается и сообщает нам, что у него нет сигнала. Представляете? То есть, хорошо, ну, мы съехали, мы съехали не на тот съезд, не на тот эксид. В общем, сделали круг. Хорошо, дочка быстренько-быстренько включила GPS, который на айфоне. Ну, благо, что у нас у всех здесь есть айфоны, и наверняка у всех есть этот апп. GPS на айфоне. Вот, в общем-то, мы выкрутились. Но, а наш GPS не отключили, просто звук убрали. И смотрим, что там происходит. В общем-то, он нас покружил, то есть, он отключился, да, мы поехали не на тот съезд, не на тот экзот. Сделали круг. Наш GPS включился, но тот другой. То есть, мы уже едем по нашему айфону. А тот, значит, там-там включился опять. Опять нам показал, значит, делал перекалькуляцию, сделал. Опять показал нам, куда нам ехать. А потом опять благополучно отключился. И отключен нам было очень долго. Вот я представляю, если бы у нас не было айфона, что бы мы там бедные делали. Так что, несуя этот злосчастный там-там, предупреждали меня, что не бери никогда там-там. Вот взяла, знаете, позарилась на бесплатные карты, потому что там написано было, что бесплатные карты, да, лот бесплатных карт. Вот, я не помню, там, по-моему, на всю жизнь, что ли, что там они там наобещали мне. В общем-то, на это я и клюнула. Вот, ну все, кроме Гармена я больше ничего брать не буду. Иду сдавать. Вы знаете, все мне вернули, все до копеечки. В общем, сейчас я вам покажу вообще, что я купила, что нужно покупать, а что не нужно покупать. Так, на всякий случай, если кто-то сейчас собирается покупать GPS-ок себе, вот, я думаю, что я вам советую вообще-то ко мне прислушаться, чтобы у вас не было таких казусов, как у меня была в поездке. А помните, как у меня было там в моле, да, что я рассказывала вам, как иммигрантка испугалась моей камеры. В общем, с этими иммигрантами беда. Все они немножко запуганные, в общем-то, аналогичная у меня ситуация тут произошла. Женщина так уже рассматривала мой GPS. Ей все-таки казалось, что что-то я там подменила, что-то я там сделала, накрутила. В общем, тоже она из Вьетнама. В общем, та же история. Я так понимаю, что из Вьетнама к нам сюда едут люди очень-очень подозрительные. Вернее, подозревающие. Вот они GPS-ки. Вот ни в коем случае там-там не брать, видите. Так, где тут написано, что он там-там. Вот. Что бы они там ни обещали. И, кстати, потом уже успокоилась эта женщина, которая принимала у меня GPS, которая мне деньги возвращала. В общем-то, поверила, наверное. В общем, 10 раз она перепроверяла там все. Никогда такого американцы не делают. Это вот личная история с иммигрантами. Особенно вот таким вот, как китайцы, вьетнамцы. Вот и она тоже мне говорит. Вот я, говорит, так Гармен люблю. Говорит, бери только Гармен. И у нас был Гармен. Нас его украли. Украли, а потом посреди ночи полицейский стучит. Нас перепугал. Просто не знаю до чего. В общем, муж прибежал, открыл дверь. Там полицейский говорит, у вас украли GPS. Вернуло нам его. Но что-то там с ним уже произошло. Что-то неладное. В общем, он уже больше не работал никогда. Вот. У нас было вот что-то вроде того. Ну, вот такой вот Гармен был. Ну, наверное, не такой же, потому что это было два года назад. Вот. Но он нас не подвел. Мы поехали как раз вот, как только его приобрели, мы поехали в Калифорнию. А на машине, конечно, туда ехать очень сложно. Вот кто это делал, тот знает, о чем я говорю. Вот. И Гармен нас не подвел ни разу. Ни разу он не отключался. А там такие, конечно, сумасшедшие дороги. Это, наверное, самые-самые сумасшедшие дороги в Америке. И все, благополучно мы там находили все, что нам нужно было. И благополучно вернулись. Вот. Ну, вот такая вот у меня история получилась с этим GPS. Так что, да, девочки, кто сейчас собирается покупать GPS, кроме Гармена, ну, в принципе, может быть, есть еще, конечно, лучше. Но вот все говорят, Гармен, Гармен, Гармен. Ну, я тоже буду говорить Гармен. На нем я и остановилась. Гармен, 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 Гармен.